Когда они чувствуют дым, то они более спокойные, более усмиренные делаются. По большому счету дымарь и не нужен. Евгений Балашов разводит миролюбивую пчелу породы карника. Насекомое такой разновидности редко проявляет агрессию. Но меры безопасности соблюдать все же необходимо. Можно работать без лицевой сетки, но лучше ее одевать, потому что это средство защиты. Потому что яд это все-таки яд пчелиный. Хоть и полезный, но когда его много, это может быть опасно. Пасека Евгения насчитывает в 700 пчелосемей. Гречишного меда получается с изобилием. Лакомства пользуются большой популярностью. Сладкоежек и приносит хороший доход, отмечает пасечник. На сегодня пчелосы – это высокорентабельная отрасль. И продолжает ей оставаться. Мы наблюдали как пик цен, рост цен, так и падение цен. И доходило до 200 рублей за килограмм в толой цена. И было падение до 55 рублей за килограмм. То есть вот эти качели, они постоянно на рынке. На сегодняшний день цена на мед стабилизировалась. Находится в районе 100-130 рублей за килограмм. Это я говорю о нашем гречишном меде. Рентабельность хорошая, но и затраты немаленькие. Медовый бизнес требует вложений, подчеркивает Евгений. В частности, на экспертизу меда ежегодно уходит 40 тысяч рублей. А с этого года затраты на исследования могут увеличиться в разы, опасается пасечник. Виной тому новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы. Многие переживают, что это будут дополнительные затраты. То есть количество исследований будет увеличено. По затратам денежным это будет выше. Потому что было и общее комплексное исследование, и дополнительные маленькие исследования. Если опять же пчеловод решит доисследовать эти партии меда дальнейшие, если потребуются на них документы. В Росельхознадзоре подтвердили, комплекс анализов медовой продукции действительно стал больше. Теперь ее нужно проверять на пестициды, органолептические показатели и антибиотики. Расширили сам перечень показателей. Но специалисты уверены, необходимость в таком подходе назревала давно. У нас точно добавилось большое количество лекарственных препаратов, на которые есть необходимость изучать, исследовать. Опять же это обусловлено тем, что с 1995 года мы все с вами понимаем, что количество лекарственных препаратов, которые пчеловоды используют для своей деятельности, оно значительно увеличилось. Соответственно и необходимость исследования на эти препараты увеличилась. Экспертиза меда нужна для чего? Для того, чтобы оформить ветеринарно-сопроводительный документ, который подтверждает безопасность, качество и место происхождения этой продукции. Вот цель. Актуальную информацию о стоимости экспертизы меда нам должен был рассказать сотрудник специализированной лаборатории. Но в последний момент он отказался от комментария. Ведомство обещало озвучить новый прескурант в ближайшее время. За нарушение ветсанитарных правил, за продажу медовой продукции без ветдокументов, пчеловодам грозят серьезные штрафы. До 5000 рублей обычным гражданам и до полумиллиона рублей юридическим лицам. А между тем, Евгений Балашов, как и другие законопослушные пчеловоды, скоро повезет продукцию на лабораторную экспертизу. Как сильно это ударит по карману пасечников, узнаем с первым урожаем меда. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Анастасия Бертенева. День с толком.